Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически. 1 июля 2021 года будет запущен пилотный проект назначения пенсий по инвалидности. Людям с ограниченными возможностями здоровья больше не придется лично обращаться за назначением пенсии. Как сообщает Министерство труда России, решение о выплатах будет автоматически выносить Пенсионный фонд России на основании сведений в Федеральном реестре инвалидов. Заявление о доставке пенсии будет принимать орган медико-социальной экспертизы и передавать в ПФР. Всего в России сейчас проживают почти 12 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья. Большинство из них имеют вторую группу инвалидности. Пермский край оказался на третьем месте в России по числу уволенных чиновников и представителей госслужбы за коррупционные преступления в 2018-19 годах. Подобные данные со списком всех уволенных чиновников опубликовал портал госслужбы. На первом месте оказалась Омская область, на втором Краснодарский край, на третьем Прикамье. Согласно списку, больше всего за последние два года за нарушение федеральных законов о противодействии коррупции, о государственной гражданской службе Прикамье лишили статуса депутатов. Чуть меньше уволили государственных чиновников, работающих в районных органах власти. Также в списке оказались несколько специалистов Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Никольскую церковь в Усолье отреставрируют за 11 миллионов рублей. Соответствующий конкурс по выбору подрядчика объявила Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. На эти средства победитель конкурса должен положить полы, облицевать ступени лестницы, отреставрировать двери, провести отделочные работы, воссоздать утраченную декоративную, художественную, орнаментальную, рельефную резьбу твердой породы. Все работы должны быть выполнены до 30 ноября. Напомним, Никольская церковь построена в 1820 году в честь победы России в Отечественной войне 1812 года по проекту Андрея Воронихина. Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Новости коротко подготовил Андрей Фадеев.